Здарова, мужик! На связи Юрий Сенцов. Это проект Владимира Шамшурина «Все твои». Я сегодня здесь для того, чтобы пригласить тебя на новый мастер-класс, который пройдет у нас 1 марта в городе Санкт-Петербург. Какая особенность данного мастер-класса? В этом мастер-классе будут немножко видоизменены те задания, которые были раньше, и самое главное, он будет расширенный. Что это значит, расширенный мастер-класс? Если раньше в мастер-классах мы с вами встречались в полях, вы сразу же начинали делать подходы, я давал вам обратную связь, что в принципе было, ну, действенно, то в этом мастер-классе, прежде чем мы с вами встретимся в полях, точнее, прежде чем мы начнем с вами делать первые подходы, у нас будет встреча в формате вопрос-ответ, где вы сможете до того, как пойти в поля, немножко расслабиться, мы можем поговорить, вы зададите вопросы, которые вас там мочат, плюс к тому вы получите наставление о том, как вести себя в полях, как настраиваться на подходы, как правильно приводить свои мысли в порядок, для того, чтобы потом, когда вы увидели женщину, все-таки к ней решились подойти и попросить у нее номер телефона, чтобы, естественно, ей можно было набрать. Вот, также после того, как мы позанимаемся в полях и будем расходиться, вы будете получать индивидуально каждое свое домашнее задание. В зависимости от того, кто как потрудился, кто что смог на мастер-классе, кто куда там продвинулся, вы уже получите индивидуальное задание от меня, для того, чтобы вы могли себя больше проработать. То есть, каждый, естественно, на мастер-классе будет узнавать свои косяки, но, возможно, вы, наверное, и так их знаете, но все-таки вы получите четкие инструкции, опять же, как это все дело проработать. Я считаю, что этот мастер-класс пройдет в формате мини-тренинга, потому что на мини-тренинге, как мы все знаем, мы сначала с вами, точнее, не на мини-тренинге, а на нормальном большом тренинге, мы, как мы все с вами знаем, у нас сначала идет знакомство, теория, что-то там мы рассказываем, общаемся, настраиваемся, и после этого идем в поля. Вот в этот раз я решил сделать формат мастер-класса, вот как формат обычного тренинга. Надеемся, цена от этого не изменится, и надеемся, что, ребят, в этот раз у нас результаты будут намного интереснее. Что ты можешь конкретно получить на этом мастер-классе? Мы будем работать с очень частым таким эффектом, он называется эффект ватных ног. А еще, ну, моя личная трактовка этой все штуки, это называется кентавр, когда человек, получеловек, полуконь идет в поля и видит там женщину, его голова говорит о том, что, о, классная девка, она мне нравится, надо подходить. Ну, а вторая половина, вот эта конская, она почему-то останавливается, ну, как мы все знаем, лошади, они там боятся прыгать с высоты, и поэтому для вас, грубо говоря, возможно, новый подход, это новая высота, поэтому этот ваш нижний конь, он останавливается и говорит, так, я никуда не пойду, ты там думай, что себе хочешь, можешь представлять в голове, как ты ее там будешь заниматься сексом с этой женщиной, но я никуда не пойду. Ну, так обычно и бывает в 99% случаях, я вам даже больше скажу, что иногда у чуваков, которые уже занимаются пикапом, да чего уж тут греха-то идти. У меня такое было, когда ты уже, у тебя уже есть и секс, и женщины, но ты вышел в очередной раз, поляй, бах, и там, ну, все, идти не можешь. Как с этим работать, что с этим делать, вот мы об этом будем много говорить и уделять этому внимания. Много также будем говорить о том, на каком расстоянии нужно будет правильно подходить, потому что очень часто ребята, заучив какие-то фишки из тренинга, пытаются их привнести в полях, когда они подходят к женщинам, но в итоге те от них просто убегают. Ну, даже если на очень маленьких примерах брать, вы либо очень близко подходите, так что ваше дыхание не всегда иногда свежее, это ощущает женщина, ей уже без разницы, что ты там ей будешь говорить, она бежит от тебя как можно дальше. И второй момент, что вы иногда настолько сильно набрасываетесь, но вы этого не видите и не замечаете, потому что в этот момент находитесь в таком волнении, что подбегая к женщине, еще вот с таким лицом, ну, практически как у меня всегда, вот, там тоже вы уже бессмысленно делаете свои первые приветы, потому что женщина, когда увидела ваше лицо, испуганное в том числе, сама пугается и сразу говорит, я замужем, чувак, я побежала, вот, мне как бы некогда. И самый третий, еще тоже важный момент, это когда именно нужно брать телефон. То есть мы в любом случае с вами научимся останавливать, научимся закидывать вот эти первые фразы для того, чтобы женщина могла вас выслушать. И очень важно не сразу его хватать, чтобы не показать женщине высокую значимость, чтобы вы просто подошли пообщаться, а после общения только подумали, надо ли не надо вам брать телефон, вот как это показать, как правильно себя продать. Об этом тоже будем много говорить, поэтому, ребят, для тех, кто вообще никогда не подходил или для тех, кто уже подходил, но косячил, именно и нужен мастер-класс, чтобы немножко себя как бы расшевелить. Поэтому обязательно всех ждем 1 марта, еще раз повторюсь, это будет именно в Санкт-Петербурге. Для тех, кто все-таки, опять же, еще думает или решает оставить все как есть, ну, вы в очередной раз можете сами себе сказать, что вот опять я никуда не пошел и опять я ничего не сделал, и поэтому вновь, а так как там до 8 марта остается всего неделя, скорее всего, ваши женщины, которые вам нравятся, вновь опять получат какой-нибудь анонимный букет цветов, либо там какого-то медведя плюшевого. Ну, в данном случае такие истории были у меня где-то там году 2010-го, когда я там что-то начал зарабатывать и был способен дарить подарки. Я начал дарить там, даже там делать доставку на такси там разным телкам, то есть я закидывал, думаю, ну, где выстрелит, там выстрелит. Потом там стал медведей додаривать. Ну, в принципе, так, нормально тратился каждый 8 марта. Сразу хочу сказать, там ни одного секса ни разу у меня как бы не было. Ребят, в очередной раз с 8 марта вы ничего не сможете подарить, кроме как материальных подарков, это букет цветов или плюшевых медведей, как это раньше делал я, советую не наступать на эти грабли. Ну, в принципе, подарки дарить можно, но это должно сопровождаться каким-то вашим, это дополнительной настойчивостью, правильной словами и правильной подачей. А лучше всего подарить себя, подарить себя и подарить хотя бы свидание. Это будет вообще самое крутое, что вы можете сделать. Я имею в виду сейчас тех, кто только еще начинает, только кто собирается. Потому что взяв номер телефона, у вас как минимум уже есть возможность пригласить эту женщину на свидание и все-таки сходить к ней. Либо в очередной раз вы будете сидеть дома и накачивать свою правую руку. Поэтому, ребят, ну, вы скоро уже начнете палиться и имеется в виду, что, ну, давайте как-то уже с этим будем делом подвязывать. Приходите на мастер-класс. Здесь, еще раз повторюсь, мы вас прежде будем прогревать. Вот, вам не так будет сложно это все делать. Ну, естественно, что, как вы все знаете, если у вас что-то не будет получаться, как говорится, по-хорошему, у нас есть и другие методы для того, чтобы вас заставить работать в полях. И напоследок, мужики, есть, у меня есть для вас небольшой подарок для тех, кто выберет вот этот расширенный мастер-класс. Он в прямом смысле расширенный, потому что я буду его вести не один, мне будут помогать ваши же земляки. Это питерцы, это ребята, которые вот буквально только-только-только прошли сами свой тренинг. Они тоже долго не решались, они выбрали, они пришли, у них есть свои результаты. Там у кого-то чуть лучше, у кого-то еще лучше. Вот, поэтому вы посмотрите вживую на тех парней, таких же точно, как вы, молодых ребят, которые все-таки решились и пришли. Они поделятся с вами своей обратной связью. Вот, когда человек только-только-только все это прошел, у него еще, я не знаю, тот пот первых страхов, когда он подходил к женщине, еще не высох, поэтому у них мысли свежие, эмоции очень свежие. Они с вами поделятся и расскажут, как у них начало все получаться. Среди них будет Глеб, который заикается, говорит через слово, но все равно подходит и что-то делает. Вот, будут еще ребята, они тоже с нами будут ходить в полях и давать вам, ну, по возможности, там, свою обратную связь. И даже еще покажут то, чему они научились. Я думаю, это очень большое, так сказать, подспорье для того, чтобы прийти. Ребят, я жду вас всех 1 марта в городе Санкт-Петербург на расширенный мастер-класс, еще раз повторюсь, где будет не только обратная связь в полях, но еще и прогрев до тренинга в формате вопрос-ответ. Плюс каждому будет дано индивидуальное домашнее задание. Мы, то есть я и команда Санкт-Петербургских саппортов ждем вас 1 марта, чтобы прокачаться и начать новую жизнь. Или хотя бы встретить международный женский день все-таки с женщиной. Удачи всем, мужики. Жду вас.